В России с 1 января пенсии неработающим пенсионерам будут увеличены. Минимальный размер оплаты труда вырастет и впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения. Об этих и других нововведениях, которые ждут россиян с 1 января 2021 года, расскажет моя коллега Галина Григорян. Она сегодня у нас в студии. Галина, здравствуй, тебе слово. Да, Элис, в новом году россиян ждут изменения, сейчас расскажу подробнее. Начнем с электронных трудовых книжек. Граждане, кто только приступит к работе, в новом году смогут оформить трудовые только в электронном виде. Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на электронную версию будет возможностью, а не обязанностью. Амат-капитал проиндексирован, как и каждый год. Заявление на сертификат о материнском капитале и сокращение сроков рассмотрения заявления на распоряжение этими средствами материнского капитала. То есть заявление на получение сертификата теперь будет рассматриваться в течение пяти дней. В новом году продолжатся выплаты детских пособий. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. В Северной Осетии помощь в виде пяти тысяч рублей детям до восьми лет уже выплачена на 90%. А страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%. Потребнее об этом нам пояснили в пенсионном фонде. Могут быть люди, которые не работают, но при этом индексацию эту не видят. Это касается тех людей, которые прекратили трудовые отношения, то есть ушли с работы после 1 октября. То есть и текущего года. В октябре, в ноябре или в декабре кто ушел с работы, прекратил трудовые отношения. Сведения об этом на его лицевой счет, этого человека, еще не сели к нам. А мы их еще не видим. Они садятся в течение трех месяцев. Это норматив. И по истечении трех месяцев с момента прекращения трудовых отношений, эти сведения поступают к нам, и мы ему с доплатой отдаем им пенсию. Также с 2021 года сельская ипотека теперь вправе воспользоваться граждане, планирующие строительство на земельном участке, который находится в аренде. Напомним, сельская ипотека – это кредит под льготную ставку от 0,1% до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья. Действие ипотеки распространяется на землю или жилье в сельской местности. И в городах с населением не более 30 тысяч человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова